МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный вопрос – обеспечение безопасности на объектах, задействованных в Шелковом пути. Объездные пути и воздушный транспорт, и железнодорожные – это места проживания, это территория, называем по-старому, возле экспоцентра, где будет приставковая подготовка. Дальше у нас с вами торжественное открытие, традиционное место для больших мероприятий регионального уровня и в культурной сфере, и в спортивной сфере, это Соборная площадь. Ну и далее три района муниципальных, которые тоже очень серьезно задействованы в этом событии – Омский, Кармиловский и Калачевский. Заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник доложил о том, что на основании осмотра объектов была составлена дорожная карта, и сейчас ведется работа по организации безопасности на всех этапах. Шелковый путь – это огромное для Омской области мероприятие, очень масштабное. Подготовка идет комплексно, задействованы практически все ведомства, все органы исполнительной власти, все силовые ведомства. Очень много международных гостей, очень большое количество спортсменов, приезжих с других регионов, с других стран, поэтому все должно пройти без нареканий, в том числе и со стороны безопасности. Участники ралли вместе с гоночной техникой прибудут в Омск 27 июня. 1 июля вечером на Соборной площади состоится торжественное открытие Шелкового пути. А 2 числа рано утром автомобили отправятся по маршрутам. Александр Фабрициус подробно рассказал обо всех передвижениях участников гонки. 30 июня все автомобили, все автомобили боевые, кто приехал к нам, а боевые автомобили это будут мотоциклы категория, квадроциклы, легковые автомобили, баги, прототипы и грузовые автомобили, 6 классов, выдвигаются на полигон, где мы проводили с вами вместе армию. Там будут болельщики приглашены и будет пресса, там будут пресс-конференции, там будут общения с пилотами, с механиками. 2 июля рано утром едем на учебный центр 242. Там трибуны, там будут зрители, ориентировочная с 10 утра до 15 часов. Это будет старт уже спортивный. Следующий маршрут скоростной, который предполагает перекрытие всех зон. Мы с сотрудниками УВД, ГИБДД, МЧС, Росгвардии, заезжая на полигоны Минобороны, проехали весь маршрут, который уже сейчас у нас определен в дорожной карте. Едем мы, проезжаем через все полигоны учебного центра, это выезд в сторону иртышских туда поселений и Калинина. Переезжаем, у нас есть там асфальтовая дорога, которая делит полигоны и Омский район. Заезжаем в Омский район, проезжаем по Камиловскому району и финишируем в Калачинском районе. Александр Фабрициус также отметил, что в тех местах, где маршрут будет пересекать основную трассу и проселочные дороги, за безопасностью передвижения местных жителей будут следить около 50 профессиональных судей.